Здравствуйте, вы смотрите «Рынки. Позиция». В студии Данил Бабич, не удивляйтесь, постоянная ведущая этой программы Ирина Хрупова находится сейчас в отпуске. И я, так сказать, за нее решил немножко посудить наших участников программы. Сегодня у нас, как, в принципе, и всю неделю в эфире Вячеслав Абрамов, главный инвестконсультант финансовой группы БКС, и Артем Деев, ведущий аналитики инвестиционной компании «Эймакетс». Господа, приветствую вас в очередной раз. Приветствую. Ну что же, у нас третий день пошел, то есть мы в самом эпицентре нашей битвы. И хочу вас поздравить с успехами. Во вторник ваши сделки сработали. Ну, нельзя сказать, что заработали какое-то исключительное в процентном выражении количество, объем прибыли, что доходность какая-то исключительная, но весьма-весьма прилично, чуть выше полупроцента. И поскольку ваши доходности практически совпали, там разница была в каких-то сотые доли процента, мы решили присудить вам по очку, так сказать, и вот счет, общий счет нашей битвы, 2-1. Ну, хочется сказать, что за техническую команду сейчас играет очень сильный спортсмен, который перешел из другой команды, скажем так, усиление. Сразу вспоминается 75-й год, когда Александр Мальцев, Якушев, Васильев усиливали наши клубы, выступавшие за океаном. Итак, давайте перейдем к делу. Вы, значит, второй раз подряд играли в шорт, и второй раз подряд все сработало, значит, с определением тренда. Здесь вопросов нет. Скажите, как вы определяете все-таки, куда открываться, вверх или вниз? Потому что самый главный вопрос, который мы задаем в лифте РБК всем, кто едет вместе с нами. Ну, на самом деле, там на графике был виден нисходящий канал, тренд, в принципе. Ну, перед этим была коррекция немножко восходящая. Сейчас уже все, на мой взгляд, коррекция закончилась, тренд нисходящий. Сегодня мы наблюдаем уже, в принципе, исполненную цель. Вчера она была, ну, по рынку закрылась 1947, сегодня уже 1940 и пробивали даже там ниже 1935 было, если не ошибаюсь. Поэтому, в принципе, на текущий момент еще позиция актуальна, можно подержать, посмотреть, поставить стоп на уровне 1940, там 1941, и спокойно сидеть уже в любом случае будет профит, даже если выбит по стопу, чтобы не рисковать. Потому что, ну, в рамках одной, двух, трех торговых сессий все всегда может меняться, поэтому... То есть определяете так по классике, да? Да, конечно. Строится канал. Как правило, вот такая ситуация бывает, что когда канал можно четко достаточно построить по линии, это уже настолько становится всем очевидным, что тренд тут же и заканчивается. Но не в вашем случае. Возможно, но здесь, опять-таки же, мы еще и берем фундаментальные факторы. А на текущий момент... Ой, простите, я забыл, что вы скрытый фундаменталист. Да. Поэтому в совокупности здесь позиция верна, и тренд нисходящий. Ну что ж, хорошо, перейдем тогда к Артему. Артему, тоже хорошая сделка, в принципе, вторая удачная сделка, понедельник и вторник. Просто зарабатываете, может быть, чуть-чуть скромнее, чем ваш визави. Но все, в общем, я, как если бы я был инвестором, я бы сказал, все, отлично, все идет просто прекрасно. Так вот, британский фунт. Решили рискнуть, и риск оправдался. Не жалеете, что открылись с небольшим плечом? Да нет, здесь нужно радоваться, конечно же, той доходности, которую удалось достигнуть, и всех денег заработать невозможно. Самое главное, если не отводить, опять же, акценты от фундаментального анализа, нужно прекрасно понимать то, что изначально в основе этой сделки лег адекватный подход, поскольку были риски того, что индекс потребительских цен снова будет расти или, по крайней мере, останется на очень высоких значениях. А тут уже логика, она говорит сама за себя. Если растет инфляция, значит, создается нагрузка на уровень располагаемого дохода домохозяйства. Если страдает этот показатель, значит, снижается потребительская активность, падает экономический рост. И мы еще приплюсовали сюда политические факторы, риски, которые все еще актуальны. Ведь все, кто следит за этим активом, обсуждают процедуру Brexit, а вот активный второй раунд переговоров. Не сомневаюсь в том, что еще будет очень много трудностей на пути реализации потенциальных договоренностей, которые могут появиться. Поэтому, возвращаясь к этой сделке, я хочу перетранслировать ее на более длительный период времени. То, что мы получили небольшой профит, это только начало. Уверен, что фунт неизбежно пойдет ниже и окажется в перспективе даже ближайших двух-трех недель ниже отметки 1,27. А можно сейчас уточняющий вопрос, поскольку наша программа все-таки носит не только развлекательный, но еще чуть-чуть и образовательный характер. Я бы хотел спросить у вас вот что. Используете ли вы тактики усреднения на прибыль? Если это не противоречит тому правилу, которое мы обсуждали буквально день назад по поводу риск-менеджмента и непривлечения десятого плеча, то да, если статистика способствует этому, если крепчает, опять же, настроение негативное в данном случае, почему бы нет? Потому что если вы входите, естественно, краткосрочно в позицию, понятно, что здесь об усреднении можно говорить, но если вы уж совсем такой отчаянный человек. Но если вы входите долгосрочно, то абсолютно понятно, что, может быть, идеально, там, по фундаменталу входите, не будем забывать, конечно, с учетом техники. Идеально войти в сделку не всегда удается, поэтому можно как-то вот так распределить, сделать усреднение вашей входной цены, чтобы тем самым улучшить средний результат и сполочь, чтобы спокойно. Ну, я согласен, действительно, что так стоит поступать, когда есть четкое понимание, что будет с инструментом дальше. В данном случае, поскольку вы начали разговор о том, что эту позицию можно ставить долгосрочно, я говорю, может быть, имеет смысл там как-то и усреднение. Использовать. Хотя фунт на самом деле, в общем, я даже не беру историю последнего года, скажем так, с небольшим, потому что Брэкзит внес свои коррективы, когда валюта просто стала сумасшедшую динамику показывать. В общем, в целом, очень динамичная такая валюта, я имею в виду пару фунтов, доллар, и если мы говорим об этом, то, конечно, с ней нужно осторожно играть. Но, с другой стороны, он, если выбирает направление, то тренд там, как правило, сильный. Итак, давайте, Артем, мы посмотрим, что вы выбрали на этот раз. Ваша третья сделка. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня, чтобы не нарушать уже устоявшуюся традицию, я хочу предложить инвестиционную сделку, приуроченную, опять же, к очень важному событию, которое грядет вот сегодня еще, на перспективу ближайшего времени. Отчетов будет не так уж и много, но те, кто следит за рынком нефти, знают то, что сегодня в 17.30 по Москве будет публикована статистика по запасам нефти, дистиллятов, нефтепродуктов. Параллельно еще выйдут данные по объему производства нефти в Штатах. Опять же, акцент здесь стоит сделать на то, что рынок нефти очень долгое время работает с одной непреодолимой проблемой. Это проблема перенасыщения перепроизводства, которую никак не удается разрешить. И даже если вспомнить действия, вот эту инициативность ОПЕК, на которую они прошли в конце прошлого года, по ограничению производства уже по прошествии 6 месяцев, практически даже 7 месяцев 2017 года, это очевидно то, что предложение по-прежнему зашкаливает. И, если говорить о цифрах, примерно на 300 миллионов запасов превосходит среднее значение за последние 5 лет. Можно рассчитывать на то, что ОПЕК пойдет на агрессивные шаги. Вот, кстати, понедельник очень важная дата, поскольку в Санкт-Петербурге состоится очередная встреча мониторингового кабинета. Но мне почему-то кажется, что никаких судьбоносных решений принято не будет, потому что если бы были надежды на это, скорее всего, ОПЕК бы уже давно проявил эту решительность. Сегодня из макроэкономических отчетов я советую даже проигнорировать данные по запасам, поскольку мы говорим про летний сезон, сезон традиционного повышенного спроса на топливо. Обычно в этот период запасы снижаются, но уделить большее внимание динамике по росту производства нефти. За последние две недели добыча нефти в Штатах выросла примерно на 140 тысяч. То есть они полностью нивелировали, компенсировали потери из-за тропического шторма в Мексиканском заливе и вышли даже на новую траекторию роста. Поэтому если эта статистика не подведет, и прирост будет пусть больше 20 тысяч баррелей за неделю, я думаю, что рынок нефти будет обязан отреагировать на это. Каким образом? Я думаю, пролиться по котировкам и потерять не меньше 1,5%. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в августе месяце добыча сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки выйдет на исторические максимумы. Так что вполне возможно, данные, о которых вы говорили, действительно поразят кого-то неприятно, и нефть может отреагировать вниз. Но здесь, скорее всего, все-таки вот то, что вы называли, оно, конечно, имеет отношение к фундаментальному анализу, но больше, скорее всего, такой околофундаментальный новостной. Если же говорить о том, как анализировать рынок нефти, есть известная шутка, которая приписывается, кажется, Мельтону Фридману, но о которой очень любил повторять Игорь Тимурович Гайдар, и многие повторяют, что прогнозирование цен на нефть может испортить репутацию любому экономисту. Но в данном случае вы поступаете как практик, поэтому вполне возможно, что и будет сопутствовать успеху. Я желаю вам удачи. Что же касается моего коллеги Геннадьевича Милковова, который занимался самым первым человеком в СССР. Прогнозирование цен на нефть так уж получилось. Молодой специалист в институте при Минфине. Им было поручено с коллегами, или с коллегами уже сейчас, не помню, на рубеже конца 70-х, начала 80-х годов, еще вот в той ситуации, спрогнозировать цен на нефть там на несколько лет, по-моему, на 8 лет или на 10 лет. Что очень интересно. Они спрогнозировали, используя там какую-то достаточно простую модель цен на нефть, но конечный результат через 8 лет от начала прогноза практически совпал. Однако в процессе, естественно, цены отличались в разы от их модели. Ну что же, спасибо вам. Еще раз напомню, ваши коллеги, которые также занимаются нефтью, прогнозами на нефть, и Сбербанка СИБ в одном из наших эфиров упомянули, что цены на нефть почему очень сложно прогнозировать, почему они не поддаются практически никакому анализу, потому что они нашли в своем исследовании 18 важнейших факторов, которые влияют на цены на нефть. И какой фактор из них окажется на первом месте, который на втором, любой из этих 18 факторов, опять-таки, это мнение Сбербанка СИБ, там могут быть другие расчеты и другие оценки. Представляете, 18 факторов, каждый может выйти на первый план. Итак, заканчиваем мы с фундаменталом, потому что все равно ничего не поймешь. А вот с техникой здесь все проще, да? Как говорится, фантомас у меня люди, у меня техника. Давай. Спасибо. Добрый день. Сегодня торговая идея заключается в продаже акций московской биржи. Вход в сделку рано утром был осуществлен от уровней 111.08. Сейчас котировки торгуются в районе 111.80. Я считаю, что с текущих уровней можно также шортить. Тейк профит мы выставляем на уровень 109.20. Стоп-лосс мы поставим, ну, в случае того, что котировки сейчас чуть подросли, я думаю, повыше поставим на уровень 113. Ну, вот сейчас мы видим уже 111.93. Собственно, локальный нисходящий канал. Сейчас была коррекция. После этого мы наблюдаем ложный пробой локального нисходящего канала. И я думаю, что он туда вернется, цена вернется туда и будет достигать уже тех целей, которые, собственно, я сегодня озвучил. Наблюдаем за результатом. Ну что же, у нас в запасе еще осталось какое-то время. Можем побеседовать. Смотрите, вчера мы говорили о техническом анализе и о каких-то недостатках. Не знаю, вы со мной согласились или нет, уже как бы не помню, наверное, даже, что именно с выбором инструмента здесь встает некоторая сложность. Есть даже такие трейдеры, которые предпочитают, чтобы не заморачиваться с выбором инструмента. Один инструмент, его хорошо изучили и по нему играют. Вот там торгового робота можно построить на этой основе и проще как бы будет. Скажите, вот те тактики, которые вы используете в техническом анализе, можно ли как-то формализовать торгового робота? Или все-таки они немножко неформальны? Почему? Те же роботы, они также ориентируются все равно в любом... Ну, смотря, как их сделать, но в любом случае они ориентируются... Построение линии тренда, да? Построение линии тренда, объема. А эта вещь все-таки чисто субъективная. Конечно, можно разработать правила, как у Демарка, они есть, да? Теханализ, новая наука. У других есть, естественно, авторов. И можно свои правила разработать. Но достаточно сложно формализовать, чем если мы используем просто такие индикаторы, как скользящие средние или осцилляторы. Ну, скользящие средние – это самый базовый сценарий, да? А также есть еще и фигуры, и свечи, и по свечам можно ориентироваться по объему... Ну, все зависит уже от того, насколько у вас сложный робот. То есть, чтобы робот узнавал свечные какие-то форматы, да, фигуры, или тем более фигуры теханализа, там, если мы уже на линейной графике перейдем, они там лучше прорисовываются. Нужен очень хороший робот. И хороший программист, который все сможешь достичь. Таких не так много. Ну, я уверен, в большой компании они, конечно, есть, но для частного трейдера, а мы в основном обращаемся к аудитории частных трейдеров, а не профессионалов, конечно, это уже сложнее. Слушайте, такой вопрос я вот фундаменталисту теперь хочу задать. Мы поговорили немножко о теханализе, прокритиковали его, давайте фундаментальный анализ разберем. Вот, действительно, теханализ он формализуем. А формализуем ли фундаментал? На самом деле, довольно неоднозначный вопрос, и ответ у него тоже однозначный. У меня есть ответ, поэтому я вам дал. Выскажите свое мнение, а я потом вам расскажу свою историю. Я думаю, что если строить какую-то примитивную систему, возможно, адаптировать ее под несколько макроэкономических отчетов и потенциальное поведение и статистики. То есть, если фактически результаты превышают, либо, напротив, не достают до прогноза, или превосходят, или не достают до прошлой оценки. Но все-таки фундамент – это штука довольно сложная. И про ту же самую нефть хочу отметить, что нужно охватывать такое большое количество фактов. Но по рынку акций американского можно. На самом деле, я вот заинтересовался как раз финансовыми рынками именно с алгоритмов фундаментального анализа. И там есть роботы. Как это не покажется странным, о первых роботах, которых я узнал. Именно были фундаментальные роботы, а не технические. Как раз технический анализ поначалу мне казался чем-то эфемерным, неформализуемым. А вот фундаментальные – там все гораздо четко. Спасибо вам огромное, господа. Желаю вам удачи в ваших очередных сделках. Вячеслав Абрамов – главный инвест-консультант финансовой группы ПКС. И Артем Деев – ведущий аналитик инвестиционной компании «Эй Маркетс» у нас в студии всю эту неделю. Демонстрирую свое мастерство. Удачи, до новых встреч. Спасибо. До завтра. Ретума Арт представляет балтийские музыкальные сезоны в Юрмале. Концерт одного из самых известных скрипачей современности – блестящего виртуоза Джошуа Белла с симфоническим оркестром. Представляет Ретуму Арт.